Я хочу сказать очень важную вещь бельчанам и всем гражданам страны, кто меня сейчас смотрит. Значит, чем больше голосов будет за нашу партию, тем меньше социалистов уйдут к демократам. Я напоминаю, что нас еще регламентирует предвыборное законодательство, кодекс, поэтому... Я говорю про то, при чем тут, я не говорю, послушайте, у меня сейчас не призыв к выбору, я еще раз говорю. Чем больше будут за нас, я без цифр, без названия скажу, чем больше людей будут за нас, тем меньше людей до дома уйдут к плохотнику. Вот и простая математика. При сегодняшних цифрах, что бы ни показывало, или социалисты не дурили людей бы по телевизору, у них при сегодняшних цифрах 35 мандатов, плюс-минус. Нет там никаких 49-50. Это вот эту дурилху, как они рассказывали про моего однопамильца Усатого, что Григориша на втором месте с 20, а Усатый на первом месте с 34. Были выборы, Григоришин побеждает первым туристическим. У Додонов есть 35. Если люди не хотят, чтобы ушло 20 человек к плохотнику, а, например, только 10, короче, пусть поддержат наших, а я буду там неким таким начальником метеостанции, который только до Донята подует ветер в сторону Демпартии. Я буду ставить железобетонные плиты, надо подтяжки подключу каждому, надо электронные ошейники, потому что надо вводить императивный мандат, Додон потом будет говорить, ой, вот как сейчас его хотят убить, понимаете? Это как в Москве он ходит с огромным количеством охраны, но там это предоставляет государство, это не Додон охрана. И молдаване спрашивают у охраны на Красной площади, а почему у нашего президента так много охраны? Ну, им говорят, чтобы от нас не сбежал, понимаете? Поэтому, как бы, я не фанат Воронина, но сегодня третий раз повторяю его фамилию, потому что вот эти все негодяи как-то из-под Владимира Николаевича появились, да, в большей части стране, в том числе среди них и Додона, и гречан, и другие. И когда вот Додона хотят убить, кому он нужен? Человек, сегодня его максимальная борьба с Плохотнюком, это то, что, знаете, в чем он победен сегодня? Это реальное его достижение как президента, я сейчас не шучу, это его серьезное достижение. Что раньше Киркоров пел только для Плохотнюка, а сейчас поет только для Додона. Это серьезная победа Додона, и плюс, в отличие от Плохотнюка, он с ним даже клубнику собирает. Вот это победа Игоря Николаевича, я признаю эту победу, что Киркоров три года пел, говорил, Влад Плохотнюк, мой друг, и так далее, и Додон его к себе забрал. И они вместе на граммофоне, и так далее, это самое. Поэтому, ну, молодец Додон, вот это серьезно он добился в 21-м. Я прошу людей, голосуйте за того, за кого считаете нужно. Главное, идите на выборы, не давайте им возможность украсть бюллетень. Есть очень важный момент, я хочу обратиться к госслужащим, которые сегодня работают ведомством, контролируемым правительством, Плохотнюком. Я знаю про то, что большинство, особенно сотрудники налоговой, полиции, другие госслужащие, паспортные столы дали задание фотографировать бюллетень в доказательство о том, что они проголосовали за демократов. Запомните, дорогие друзья, и те, кто нас смотрит в социальных сетях, передайте им всем тем, кто меня сейчас не видит, чтобы хотя бы услышали. Они должны получить чистый бюллетень, рядом с которым должны поставить свой бюллетень, проголосовать и сфотографировать. Я прошу всех, которые боятся все-таки и будут голосовать так, как их заставили, ребята, вы голосуйте за демократов, рядом ставьте бюллетень, фотографируйте как доказательство. Потом пишите на бюллетенье «Додон Киркоров» и бросайте его в урну, потому что либо еще одна печать, либо по марке, либо надпись «Ручка бюллетень бракуется». Вы руководству докажете, что вы честно проголосовали, как вас заставили, запугали. А бюллетень будет признан недействительным, потому что вы лучше так ставьте печать и «Додону», и «Плохотнюку». Потому что в данном случае бюллетень будет признан недействительным, если там две печати.